Я считаю, что это не влияет на будущие перспективы ребенка. Конечно, на роста весовые показатели нужно ориентироваться для того, чтобы ребенку было удобнее управляться со своим инвентарем. Мы рекомендуем подбирать классические лыжи плюс 20 к росту ребенка, а коньковые плюс 15. Но на самом деле, если дети только пришли заниматься в спортивную школу, вполне можно обойтись универсальными лыжами. Вопрос про лыжи с камусом. На самом деле они существуют для самых маленьких детей в том числе, но я думаю, что наиболее эффективное использование этих лыж уже при занятиях в спортивной школе где-то от 10 лет. Да, комбинированные лыжи существуют. Часто они называются комби или универсал. Это что-то среднее между коньком и классикой. На самом деле эти лыжи по конструкции ближе к классическим, но просто имеют более короткий мысок. Потому что по своим техническим параметрам коньковые лыжи очень сложно задавить при использовании мази держания. Поэтому все производители универсальной лыжи приближают по своим параметрам к классическим. Универсальные ботинки, да, существуют. И я считаю, что это в принципе неплохой вариант для начала занятий в спортивной школе или для тех детей, которые активно катаются. Это обычно ботинки с более мягкой подошвой для того, чтобы на них можно было кататься классикой. Но в то же время есть манжета, которая поддерживает голеностоп для того, чтобы не подворачивалась стопа во время катания коньком. Действительно, лыжные ботинки можно взять чуть больше с учетом быстро растущей ноги ребенка, но больше, чем на один размер, брать я не рекомендую. Потому что если ботинки будут слишком большие, то, во-первых, у ребенка могут натираться пятки, да, потому что нога будет туда-сюда ездить по ботинку. И опять же, есть возможность подвернуть ногу, если ботинок слишком большой. Ну, честно говоря, здесь нужно оценивать общее состояние, чтобы ботинки не были слишком убитые. С подошвой, в принципе, особо ничего не происходит, она пластиковая. А вот состояние внутреннего ботинка, там, насколько хорошо застегиваются липучки, например, сверху, вот на это нужно обращать внимание. Коньковые палки мы рекомендуем подбирать минус 20 сантиметров от роста, а классический минус 30 сантиметров от роста ребенка.